Всем привет! Пока я тестировал Redmi Note 9, у меня возникла отличная идея, почему бы не столкнуть его лбом с Honor 9C, который я недавно обозревал. По крайней мере, по части фотографий. Ведь действительно интересно, кто из производителей в бюджетном сегменте делает лучшие снимки. Ну и для некоторого эталона я включил в тест Realme 6 Pro. Realme 6 Pro и Honor 9C я уже обозревал, и ссылки на обзор будут доступны в описании. А вот на Redmi Note 9 я только готовлю обзор, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Будет интересно. Ну и начнем с видео. Оба не слишком хороши в данной дисциплине. Ну, у Redmi есть какой-никакой электронный стабилизатор, который, правда, немного мылит картинку. Зато у Honor более чистый звук. Итак, приступим к сравнению. Слева у нас будет Honor, посередине Realme 6 Pro с Gcam, и справа Redmi Note 9. По цветам и HDR, Honor и Redmi даже близко не могут приблизиться к результату Gcam на Realme. И сразу стоит отметить, что у того же Redmi HDR умеет работать в авторежиме, а на Honor только вручную. В остальном же детализация значительно выше на Honor, но у Realme здесь у нас скорее просто как пример. Та же самая сцена, съемка на ширик. На Realme при переключении объективов иногда не сохраняется фотография. В целом результат схож, но на Redmi мне картинка нравится больше. Сцена номер 2. Напомню, что Realme здесь скорее как пример. Тем не менее, Honor удивляет, в хорошем смысле этого слова. Он значительно точнее передал баланс белого. Да и детализация здесь просто отличная. Правда, на дальних объектах заметен сильный перешарп. То же самое на ширик. Здесь уже Realme смог сохранить фотку. И если в первой сцене Redmi мне понравился больше, то здесь выигрывает Honor. Хотя бы просто из-за того, что нет шумов на небе. Ну и естественно, Realme на Gcam просто не оставляет шансов. Сцена номер 3. Redmi зачем-то сильно высветлил картинку, из-за чего дом вдалеке начал сливаться с небом. В общем и целом, это достаточно слабая фотография на Redmi. И достаточно неплохая на Honor, даже в сравнении с Realme. Так как водная гладь далась лучше именно Honor. Снова ширик. И в целом ситуация повторяется. Из бюджетных смартфонов я бы здесь точно выбрал Honor. Следующая сцена. Несмотря на то, что Realme часто активно использовал HDR, это ему здесь никак не помогло. И мы видим огромный-огромный засвет от солнца. Honor снова удивляет, в хорошем смысле этого слова. Снова ширики. И если честно, плюс-минус результат схож на всех смартфонах. И Realme здесь, и Realme здесь тоже не вытянул. Даже за счет Gcam. Продолжим съемки в сложных условиях. Ближе всех передал цвета именно Realme с Gcam. Здесь даже заметны сухие листья, которые просто потеряны у Honor и Redmi. Но в данном случае Redmi явно честнее Honor. Шириком в данном случае очень-очень тяжело. И Honor снова промахнулся. А Redmi на удивление сделал неплохую фотографию. Более того, в некоторых частях он даже лучше Realme. Сложная сцена. Производилась полностью на автоматических настройках съемка. И Redmi здесь попытался вытянуть листву. Надо сказать, крайне неудачно. И это я выбрал лучшую из серии сделанных фото. Однозначно Redmi здесь терпит поражение. Honor же, пускай и не показал листья, но сделал достаточно неплохую художественную фотографию. Снова ширик. И опять для него это очень сложное условие. Здесь почему-то у Redmi четко отработал HDR. У Honor, так как он включается вручную, этого сделать не получилось. И дома вдали слились с небом. Но и ближе всех к истине, конечно, Realme с Gcam. Продолжаем съемку с сложным освещением. Здесь ни один смартфон не смог передать атмосферы. Чуть-чуть попытался сделать это Realme. И у него даже немножко удалось. А Redmi и Honor по цветам сильно-сильно наврали. В то же время по детализации Honor явно выигрывает у Redmi. Ширик ожидаемо здесь показал плохой результат на всех смартфонах. Но самый худший у Honor. А вот этот снимок хорош для проверки алгоритмов смартфонов. И Redmi здесь попытался приукрасить картинку, причем неудачно. Realme из-за Gcam начал немножечко теплить. А Honor оказался ближе всех к тому, что происходило в действительности. От Ширика здесь многого и не ждем. Но опять же Redmi, у которого точно должен был отработать HDR, сделал какую-то фигню. В общем и целом, надо сказать, что на Ширике Honor и Redmi попеременно теряют дома на фоне. Это место мне показалось очень и очень красивым. И по цветам здесь не угадал никто. На самом деле цвета были между тем, что показывает Realme, и Redmi. Причем Redmi даже немножко честнее. А Honor зачем-то окрасил листья в серебряные оттенки. С другой стороны, в Realme практически потерян пух. Из-за работы HDR+, который отчетливо виден что у Honor, что у Redmi. А Honor здесь, к сожалению, аутсайдер. Realme снова не сохранил снимок с Ширика. Во всем виновато переключение объективов на Gcam. Поэтому сравним только Redmi и Honor. По цветам чуть лучше снова Redmi. А по детализации плюс-минус результат схож. Съемка против солнца. И если честно, плюс-минус результаты одинаковые у всех смартфонов. Та же самая сцена Ширики. И Honor слишком сильно засветлил картинку. Отчетливые блики и оптики на Redmi и Realme, которые на мой взгляд даже немножко украшают снимок. Но лидер, по моему мнению, здесь все-таки Redmi. Наконец, архитектура. Это уже был закат, поэтому как раз-таки здесь Realme передал правильные теплые оттенки. Которых почему-то нет ни у Redmi, ни у Honor. Снимок здесь не должен быть холодным. В то же время Redmi снова сильно высветлил картинку, из-за чего потеряны детали. И Honor сильно пытается работать с резкостью, и не всегда это выходит хорошо. Ширики. И здесь просто отвратительно снял Redmi, именно с точки зрения цветов. Он ушел в какие-то красные тона. Засветлил очень сильно дома. И мало вероятно, что такой снимок вы оставите в такой галерее. Просто удалите его. Honor, естественно, отстает от Realme. Но держится молодцом. Я не стал разбирать сильно ночную съемку, потому что это не те смартфоны, на которые фоткают ночью. Однако сделал классический для моего канала снимок из окна. Меня очень подрадовал результат Honor. Он не пытался вытянуть то, что глаз не видит. Поэтому деревья абсолютно черные, зато без шумов. Жаль, он не смог передать грядущий восход солнца. Но Redmi опозорился полнейшим мылом. Опять же повторюсь. Я сделал серию снимков и выбрал лучшие. От ширика здесь, конечно, многого не ждать. Redmi по классике заливает все шумами. Но зато вот дальний дом. Можно различить этажи, которые полностью размазаны на Honor. Ну а вот Realme удивил. Достаточно неплохая фотография получилась. И, наконец, посмотрим, как отработает ночной режим. Здесь, к сожалению, Honor разочаровал. Я сделал несколько попыток фотографии, и все они оказались сильно размытыми. Redmi, в общем и целом, тоже показал не шибко хороший результат. Но всяко лучше, чем у Honor. Вот такое видео у меня получилось. Оригинал фотографий вы можете найти по ссылке в описании. И сделать выводы сами. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И в скором времени на канале выйдет полный обзор Redmi Note 9. Не пропустите.